Следующий вопрос от тебя, это у нас есть приложение, которое хранит свое состояние или BD, и как правильно его деплоить? Ну, как правильно его деплоить в куб? Я не хочу сейчас разводить этот халивар, с которым вы уже навоевались в прошлый раз, на тему, типа, стоит ли вообще деплоить BD в куб или нет. Но у нас, например, у нас был такой кейс, когда я работал как раз в довольно большом корпорате, там, на 25 тысяч человек, у нас был входной трафик, который надо было быстро фильтровать, да, там, причем фильтровать не средствами, которые есть в Nginx, а у нас была там специфическая логика, поэтому у нас был сервис, который перенаправлял редирекцию в зависимости от неких данных, хранящихся в фильтрах Bluma. Ну, вот, кто знает, что такое фильтры Bluma, да, это там пробивистическая структура данных, которая позволяет вам быстро предположить, а вот этот вот пакет, он входит в какое-то множество или нет, и причем места не очень много занимает. Но проблема в том, что у нас это приложение должно было храниться в состоянии, то есть обычно в веб-разработке разработчики привыкли, что твое приложение stateless для сохранения с какого-то состояния, есть там, с одной стороны, база данных, да, если у вас хранится какое-то состояние внутри приложения, значит, вы его написали неправильно. Но вот есть и такие вот вещи, когда нужно какое-то состояние хранить, и для этого, например, деплойменты куба не подходят. Нужна такая штука, которая называется stateful set, вот, и, в общем, я тут буду ожидать, наверное, от кандидата, что он знает, что в кубе есть больше, чем один деплоймент, и как работать со stateful set, почему он стоит full set, что такое PVC заодно, если он расскажет, да, persistent volume claims, диски, которые вы можете, ну, storage, которые вы можете подключить там снаружи, да, к приложению, и вообще, если он с этим работал, и насколько он это знает. Тоже вопрос такой уже, сейчас там, вот, Кирилл, ты сказал, да, там, типа, про вопросы разработчиков, сейчас там кто-то нам надушнит, что нахрен-то вообще разработчику знать. Ну, вот, иногда бывает нужно, вот, надо знать, что у нас приложения, которые хранят состояние, они не деплойятся как деплойменты, они деплойятся как stateful set, и заодно, если человек там еще и расскажет, что про то, что stateful set можно раскидать по нескольким нодам, да, там, типа, и про демон сеты, да, там, которые, например, и обычно там бонусный вопрос, типа, а если у вас мониторинг какой-то, мониторинг говорит, то, зай, вам нужно по нодам раскатывать, вот, что вы будете делать? Вот, там, блин, я что-то только не слышал на эти вопросы, там, люди предлагали прям на виртуалке что-то накатывать и, короче, опишку снаружи подключать в куб, короче, в общем, там я прям наслушался, ну, в общем, да, я здесь ожидаю про stateful set, про демон сет пообщаться и про их вообще взаимодействие, вот. Слушай, про проект демон сета, у Вити был классный душный вопрос насчет демон сета, типа, что будет, если у демон сета выставить реплика фактор 3? На скольки ноды? На десяти. Как расколбасит его? Ну, в общем-то, это такие душные вопросы просто. Не, ну, это прям реально душный вопрос, я бы сказал, что, ну, да, пойдем к коллайдеру проверим сейчас там это. Сейчас посмотрим, как, что там пойдет. Да, щипим вселенную. Вот, я, честно сказать, не знаю, у меня, ну, по логике предполагается, что его расколбасит на все ноды, но он будет прыгать по ним, ну, то есть, типа, там будет там заскеджулив, тут отскеджулив и так далее, но вот это только теория, я, честно сказать, сейчас вот прям не отвечу на этот вопрос. По системе мониторинга, кстати, тоже интересно. Я сейчас вот ответил на вопрос про, типа, там, поставить что-нибудь ноды, я вот реально задумался, типа, действительно ли люди вот такое могли придумать, ну, то есть... Не, ну, блин, там, там, ты не представляешь, сколько вообще варит. Палят фантазии вообще, мне кажется, да, вот людей прям пошел-пошел. Там, типа, чуваки такие, вот, значит, я буду, короче, писать, писать данные в логстэш, да, внешний какой-нибудь, там, на железке подниму, а потом вот этот логстэш через бридж, значит, засуну в кубернетис для того, чтобы оттуда, значит, данные брать и запихивать какую-нибудь графану, поднятую в кубе, там, там, короче, там, я не знаю, в общем, у меня было реальное ощущение, что... Вот как то ощущение от чувака, который мне шатал кубернетис, да, продуть на собесах, только с другой стороны, что кандидат для храбрости, да, там, что-то принял. И сейчас расскажет. И сейчас расскажет, ну, прям, прям вот, и вдохновенно, и как бы игнорируя уточняющие вопросы. Кстати, если кто-то будет собеседование проходить и давно этого не делал, или готовится к собеседованию, никогда не игнорируйте уточняющие вопросы. Обычно, если собеседующий не дует регулярно, да, не пыхает... И не спрашивает, как шатать. Да, и не спрашивает, как шатать, то он обычно вас пытается натолкнуть в ту сторону, которая ему нужна. Если вы, там, уходите в другую, он задает какой-то вопрос, и он обычно, там, дает какое-то понимание, что это вас собеседующим надо. Ну, конечно, не всегда, да, это такое общее правило, но... Слушай, ну, вот, как это, да, ты, правда, есть сильно, зависит от собеседующего, были прям... Вообще, это отдельная, мне кажется, история про то, как собеседовать и как собеседующие себя ведут. Из-за разряда того, что кто-то там реально пытается тебя загрузить и пытается там выжать из тебя максимум, кто-то пытается там, не знаю, показать, что он все знает, а ты вот тут такой не очень пришел, вообще хочешь сеньором... Как там, сеньорка-8-шататателем быть? Блин, забавная должность. Мне прямо вообще понравилось. Я запишу себе это далее. Ну, слушай, я вот... Я собеседовался... Был у меня этап в жизни, когда я очень хотел фланг, да? Я там хотел в Facebook или Google или Amazon. Там, где я живу, только Amazon принимает, да, на работу. Вот. Но я на всякий случай собеседовался и в Facebook. И вот хочу сказать две большие разницы, да? То есть вот в Facebook как раз те собеседователи, которым насрать. Ну, то есть он тебе дал какой-то вопрос, ты как-то на него ответил, он что-то там себе записал, и ты не знаешь, типа, вот что он от тебя хотел услышать. И там были, да, там какие-то сратые вопросы. Ну, они не кринжовые, они именно такие, на которые можно ответить там 50 разными путями. Типа, вот как там задизайнить систему, да? Ты там какую-то систему дизайнишь, он такой, ага, ага, понятно, какую-то калочку поставил, где-то крестик нарисовал, где-то какое-то там, не знаю, облачко, корову, короче, у себя там на листочке где-то. И все. И типа, вот у тебя прошло собеседование. В Амазоне была другая ситуация. В Амазоне как раз собеседующий тебя слушает. Такой, типа, я что-то не понял, давай подумаем вот здесь. Или там, вот, это вообще мне не нужно. Я не про это спрашиваю, там, типа, я спрашиваю больше там про общую, там, больше про частности. И вот, да, и как бы результат такой, что, типа, в Facebook я даже не понял, прошел или нет, в Амазоне я прошел. Ну, и типа, все было сразу понятно изначально. Идея диалога, да, как раз-таки здесь должна быть, что ты не просто рассказываешь, а тебя там оценивает, а вы как-то в диалог придете с собеседующим, чтобы найти какой-то контакт. Слушай, ну, у нас следующий вопрос, у нас время идет, как бы мы с тобой болтать и лететь еще. В общем, следующий вопрос от тебя же опять, да, приложение поднимается, и после старта, да, приходят пользователи, видят ошибки, потому что, конечно, еще не прогрелся. Что делать на стороне Куба, как бы это вот, ну, чтобы они этого не замечали, не видели? Это очень классный вопрос, мне прям тоже очень нравится. Здесь как раз вопрос разработчикам, да, потому что у нас обычно зона ответственности такая, вам DevOps предоставляют namespace, с кластером дают какие-то гайдлайны по ресурсам, и обычно еще предоставляют контейнеры для приложения, там, на вашем языке программирования, чтобы никаких там уязвимостей не было, каких-то посторонних гиблиотек и прочего. Как ваше приложение будет работать в Кубе, решайте вы сами. И обычно разработчики знают про лайвные спробы, то есть они знают, что у приложения может быть специальная там крутилка, ручка, отвечатель на запрос, да, куда будет стучаться периодически Куб, и проверять, что приложение работает. Если, значит, эта ручка не работает по каким-то причинам, там это, кстати, может быть все, что угодно, там может быть хоть запуск какого-то башскрипта, вообще изи, вот, и когда оно не работает, то Куб рестартует приложение, и в некотором смысле можно, да, там, ну, каким-то образом этим управлять, да, там можно, вот в случае, если у вас какой-то есть там long running pack, флейки, да, которые сложно отловить и сложно понять, в чем он заключается, вы можете просто, типа, а, вот если у нас какие-то там звезды сошлись, мы просто роняем нашу ручку, Куб хренак рестартует наше приложение, оно дальше работает. Но проблема в том, что очень часто, особенно вот там в долго живущих приложениях, которые дольше там одного-двух-трех лет поддержки находятся, у них какая-нибудь на старте происходит штука, там, типа, приложение поднялось, но ему еще нужно там кэш какой-то схавать, ему нужно какой-то файл вычитать, перед тем, как оно начнет работать. До того, как оно начнет работать, у него все его endpoints, ну, я право сейчас говорю, возвращают 500. И обычно люди такие настроили лавную спробу, они довольны, они счастливы, они деплоят приложение, и у них начинает длиться трафик на него. Вот. Но я сейчас говорю про стандартный, да, про стандартный сетап, когда у вас балансировщик, да, потом сервис, и потом, значит, воркер-ноды, на которые болтаются ваши поды, вот, и сервис туда гонит трафик. И обычно разработчики что делают в этот момент, я, кстати, это видео, наверное, не знаю, 500 тысяч раз, они говорят, значит, наша ручка будет зависеть от прогрева этого кэша, то есть мы специально там будем в эту ручку вносить какие-то там изменения, чтобы пока не прогрелся кэш, она тоже тебе возвращает 500. И кубу мы скажем, чтобы он начинал, у лавной спробы можно задать время после старта пода, в который она начнет читать. То есть можно сказать, что лавная спроба только начинает работать через 2 минуты после старта. Они вот ставят эту хрень там в 5 минут условно, и приложение там, ну, стартует, и лавная спроба вот начинает работать. Лавные такие курильщики какие-то. Ну, типа, да, ну, короче, сложно, когда ты документацию не читал, а документация покупает, штука такая большая, да. Вот. И, в общем, я таким разработчикам хочу сказать, что, во-первых, ребята, респект за инженерное мышление, да, во-вторых, ну, есть способ проще, то есть вам не нужно хакать никакие уручки, никакие лавные спробы, оставьте их в покое. У вас есть еще такая штука, как readiness проба. Readiness в том смысле, что можно читать данные от этого вашего сервиса и отправлять эти данные дальше в, ну, отвечать на запросы пользователей. И сервис умеет пользоваться этой readiness пробой, определять, готов ли ваш пот к тому, чтобы отдавать трафик. Вот. И вот в readiness пробе вы как раз можете там нахакать что угодно вообще, полный там фарш. Любые файлы, кэши и так далее. У нас, кстати, обычный стандарт readiness пробы был вот взять какой-нибудь get-in-point, да, там, который там не модифицирующийся, поставить большой зазор, да, и вот начинать его опрашивать. И, ну, этот get-in-point у нас начинало давать данные, когда все кэши прогрелись, чтобы специально ручку не делать. Но это плохо. Я на следующем вопросе, наверное, расскажу, почему. Вот. Ну, в общем-то, так. Короче, кто не знал про это? А то сейчас такие все люди такие, фу, блин, пришли на все воду, короче, что-таки не шутят и керню какую-то рассказывают. Вот. Да, я, короче, планировал, да, вот не погружаться в там типы адресации там, в типы сервисов и так далее. Глубоко слишком. Я вот как раз вот больше за жизнь пришел потереть. Это, мне кажется, более полезно. Да, слушай, это то, что я точно хочу видеть на собесе, когда сам прохожу и когда, как это, сам провожу собес. Потому что сухие там определения, сухая теория, они говорят о том, что человек, да, человек знает, но человек может просто это все выучить, вызубрить, как бы, да, но при этом не понимать механики того, как это все работает. И вот такие, как это, это трэблшутинг-секция отчасти называется, да, в некоторых компаниях, когда тебе дают какой-то реальный кейс, и ты вот на этом кейсе, как бы вспоминая все, что ты знаешь из теории, и пытаешься это как-то применить на практике. Кажется, это прям очень хорошо. Вот, и шестой. Топ-5 вопросов. У нас шестой вопрос. Парам-парапам. Топ-сюрприз. Да, да, мы там, не исправили цифру вначале и решили вопросов больше сделать. Топ-6 вопросов тупо звучит, да? Это типа топ-5, как бы там топ-10, топ-11, если ты джаваскриптер, да? Нормальное тело, да. У нас есть веб-приложение, которое внезапно для нас рестартует при высокой нагрузке. На что будем смотреть? Это вопрос, короче, продолжение предыдущего. Я вот писал, да, топ-5 вопросов, и вот когда я думал, типа, о чем я буду рассказывать, я вспомнил, да, как мы вот как раз оподливились вот с этой нашей резинес-пробой. Особенно это, кстати, характерно для облаков, которые сделаны на базе гугловских разработок, да. Вот GCP так себя ведет, Google Cloud, вот штука в OpenShift, что-то спикер мутный, смотрите, ведущий мутный, надо эту камеру. А, ладно. Запотело, задушнил, задушнил камеру просто. Там, кстати, тебе комплиментов в чате насыпают, просто вот у тебя камера. Я всех тоже люблю, вообще люблю аудиторию Сверма, они все классные. Вот, до сих пор, до сих пор помню чувака, который меня жарил на АМА-сессиях по Ансибу, потому что он там, типа, в железке, там, руками настраивал, прошивал. В общем, Стас, если ты здесь, то тебе привет. Вот. Ну и да, всех остальных тоже люблю, потому что прям четкие вопросы обычно, четкие комментарии. Здесь, Кирилл, там что-нибудь успеет зачитать, я очень хочу послушать. Тут пишут, что ты еще красивый, кстати, вот тебе еще один комментарий. О-о-о-о, здорово. О, да, там есть, да, есть люди, которые меня могут из натурала сконвертировать, так сказать, солдата НАТО, вот, в общем, да. Блин, я надеюсь, нас не забанят на Ютубе за такие шутки. Ну и с чем мы подрежем, там вроде есть такая возможность. Отлично. Вот, Илья, запиши момент, пожалуйста, у нас есть тут режиссер от трансляции. Вот, короче, про веб-приложение, в общем, какая история у нас была. Вот мы, в общем, у Google Cloud есть такая интересная особенность, у них вайвные спробы могут работать только по HTTP протоколу, только на 80-й порт. Я думаю, что там, кто уже, короче, давно с кубом работает, те уже поняли, куда я, к чему я клоню. В общем, у нас веб-приложение, да, на сервисе, значит, наш порт указывает на 80-й порт, ну, нормально HTTP, как бы, без шифрования, все сертификаты лежат на уровень выше, там, на балансировщике, потому что один домен непринципиально, значит, у нас все смотрит на 80-й порт, приложение, там, работает счастливо, начинают в него стучать с пользователей, и, ну, это было Java-приложение, в общем, у Java-приложения, особенно спринбутовых, которые на Тамкате работают, есть количество тредов, которые, там, для веб-запросов отведены, да, обычных 50, бывает 100, это такой стандарт, да, на обычных деплойментах, если ты ставишь больше, то тебе уже надо очень много CPU-тайма, ставишь меньше, у тебя начинает быстро очередь запросов забиваться, в общем, вот здесь золотой стандарт, в общем, у нас, да, было вот так настроено приложение, в 50, значит, тредов, у нас пользователи счастливо долбились в это приложение, у нас была очень высокая нагрузка, на кластер, там было 40-50 тысяч запросов в секунду, да, треды отрабатывали быстро, но сатурировались, ну, типа, да, вот в какой-то момент ты смотришь, по графику, у тебя 40 тредов забиты, 45, 48, а потом приложение выключается, вот, следующее приложение берет на себя нагрузку, 45, 48, выключается, короче, следующее приложение, в этот момент первое приложение стартануло, готово принимать нагрузку, на него снова льется трафик, 50, выключается, причем без всяких ошибок, да, то есть, ну, там в CPU мы не упираемся, в память мы не упираемся, короче, все хорошо, но приложение выключается, но я думаю, там уже кто-нибудь, вот по-любому, вот смотри, короче, Кирилл, вот отвечай, кто-нибудь в комментариях уже написал, типа, идиоты, пока пишут, что ты красивый, смешной, умный, в общем-то, комплиментов продолжаешь, наступаешь все равно, я же так это, я же могу загордиться, просто продолжаю разговаривать, и все, а, ну все, ладно, это я умею, в общем, короче, наши, наши пробы, они такие, сходим-ка мы на 80-й порт за ручкой, наше приложение такое, а у меня 50 тредов, и все заняты, иди в жопу, иди в очередь постоять, там и так навалено, без ваших проб, да, и в общем проб такая, не, ну, типа, в смысле, иди в жопу, я здесь комиссар, короче, делает выстрел в голову, это, в духе НКВД, и выключает приложение, в общем, такой, короче, какой из этого был вывод, мы перенесли наши основные порты на какой, на другой, по-моему, на 81-й мы перенесли, собственно говоря, сервис перенастроили, что все по 81-м порту, пробу оставили на 80-м, подняли отдельный под них тред, и, в общем, пока приложение в троттлинг-ЦПУ не упиралось, у нас все работало, но это уж совсем другая история, вот, про троттлинг-ЦПУ, кстати, вроде мы хотели, да, похоливарить на тему, стоит ли стоять лимит, и на ЦПУ, но, наверное, не будет. Слушай, ну, кстати, насчет НКВД, я думаю, что теперь нас не только YouTube забанит за солдат НАТО, но еще и YouTube нас не пропустит за НКВД, кажется, мы провели успешный эфир.